Узмаснение мер выкликано повелешением колькости выпадков отрушивания. Так, в вынику подобной трагедии в Барисове загинули одразу пять человек. Причиной стала неправильная эксплуатация газового обсталявания и несправность дымовых каналов. Причем, эта проблема сегодня актуальна для всех городов. Особливо значная и ее можно лишить там, где опроша газовых плит. Есть еще и другие мощные газовые приборы. У Гомеле водонагревальники эксплуатуются амаль в 8 тысячах квадр. При этом больше, как у 1600 квадр, такое обсталявание установлено у ванных покоях, что особливо небеспечно. Сгодно с дейвчими правилами, дымовые вентиляционные каналы у таких домах повинны проверяться работниками дому управления раз на квартал. Але на практице этот график часто не вытримливается. Жихары просто не отчиняют специалистам дверы. То ли птица случайно попала, то ли еще какой-то завал канала или засорение случайно может быть при ремонте, при каких-то ремонтных работах на кролях и так далее. Поэтому определяется, и потом уже эти места определяются визуально, и рассматривается вопрос о ремонте и прочистке этого венканала или же устранении какого-то засора. Дарыши, актуальность проблемы усмаснилась после того, как люди начали замену дравляных ваконных рам на сушасные пластиковые. Старые забеспечивали так званую примусовую вентиляцию. Новые – не. Еще одна проблема – правильность эксплуатации непосредственно газового обсталявания. Люди гребуют элементарными правилами безопасности. Справа доходит до того, что в некоторых квартирах угарный газ примусово подается не в вентиляционный канал, а в жилое помешкание. Особливо часто такая ситуация возникает, когда побач с тем же водонагровальником с открытой камерой сгорания устанавливается мощная газовая вытяжка. Что происходит? Происходит такая история, как обракидывание тяги. То есть работает проточный водонагреватель, включается вытяжка, что-то там варят, парят на газовых плитах, и угарный газ, который должен выходить под естественной тягой в атмосферу через систему дымоудаления, он идет в квартиру. И в результате получается, что люди могут отравиться угарным газом. Згодно с дейвчими нормативами, коли специалисты не могут страпить хотя бы в одну квартиру, и они мают право отключить от газа с обеспечения у весь подъезд. В приватном секторе проблем вырешается больше просто. Отключается только один конкретный дом, где выявлены порушения. Урештая, разумова идет об обеспечении людей. Дорогие, когда жилое помешкание не эксплуатуется протяглый час, газовики рают официально отключить обсталевание. Еще одна парада устанавливать газовые и дымовые сигнализаторы. Чтобы обеспечить, обезопасить наших граждан в процессе эксплуатации, в настоящее время в продаже имеются сигнализаторы загазованности, как и природного газа, так и сигнализаторы загазованности угарного газа, которые при определенной концентрации в воздухе помещения просигнализируют о имеющей место быть опасности. Отступать от потребований нормативов ни коммунальники, ни газовики на меру не мают. Вельми верогодно, что им необходимо проводить больше активную тлумачальную работу и больше часто сустракаться с насельством. Однако видовочное то, что их настойливость начинает давать станучий выник. Правда, у района Гомеля ситуация, поколь адрознивается, достатково значна. Если в советском районе акты пригодности отримали больше как на 99% дымовых и вентиляционных каналов, то центральным – на 51%, а у Новобелецком – в уголе – 44%. Чтобы исключить нанесение ущерба здоровью, жизни наших граждан, газоснабжающая организация вынуждена прибегать к непопулярным мерам. То есть в случае отсутствия доступа, в случае несвоевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, газоснабжающая организация и невозможности отключить данное газоиспользующее оборудование, газоснабжающая организация прибегает к отключению подъездов и даже в целом жилых домов. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».